И это не просто кризис, это жесткий выстрел в голову вашим отношениям. Хлобейсь, и ты стоишь с чемоданом за порогом вашего дома, и сейчас ты эти знания и опыт получишь заранее. Ну хз, может и не очень-то он и любимый, и записан как мудак, там где мужчина не заметит даже намека на проблему, женщина может увидеть ядерную катастрофу. Привет, дружище. Как ты помнишь, мы разбираем здесь всякие жизненные ситуации, кризисы, чтобы ничего не мешало нам жить в кайф. Меня зовут Александр Корченко, я профессионально разгребаю кризисы в бизнесе и отношениях. И сегодня разберем абсолютно глупейший, долбанутый кризис в отношениях с девушкой, которую мы создаем своей собственной наивностью и незнанием, а точнее глупостью. И это не просто кризис, это просто жесткий выстрел в голову отношениям, потому что та ситуация, которую мы сегодня разберем, в 9 случаях из 10 приводит к полному разрыву отношений. Причем мужчина не собирался разрывать отношения, его все устраивало. Представь, ты живешь с девушкой или женой, все хорошо, ты ее любишь и хочешь. Ты строишь какие-то дальнейшие планы на 5-10 лет. И тут хлопайсь. И ты стоишь с чемоданом за порогом вашего дома, тебя удалили и заблокировали отовсюду, где только можно, и обратной дороги нет вообще от слова совсем. А ведь это может быть девушка твоей мечты на всю жизнь или самое лучшее, что было в твоей жизни. А если еще есть совместные дети, то этот кризис просто превращается в лютый ад. Да, братан, женщины так умеют. Какой бы ни была у вас любовь морковь и космическая сила чувств и притяжения, она может закрыть перед тобой дверь навсегда, если вести себя как идиот. И если ты думаешь, что у тебя есть какая-то фора, потому что она, возможно, от тебя зависит, или ты прям для нее так много сделал, что сам офигел, Поверь, в кризисной ситуации с женщиной это спасает 1-2% парней, то есть практически никого. И эту глупейшую ситуацию мы создаем по первой причине попадания в кризис. Нет знаний или опыта. И сейчас ты это знание и опыт получишь заранее. В данном случае у нас нет даже элементарного понимания, что женский мозг устроен по-другому. Они не думают так, как мы. Самая базовая ошибка мужчин. Мы не понимаем, что женская психика отличается от мужской, как теплая, от квадратного. Мы вообще не сможем предугадать женские мысли или реакцию, если у нас нет опыта или знаний. Покажу на примере загадки. У женщины ее любимый муж записан в телефоне словом, которое называется на букву М. Как ты думаешь, какое слово там будет? Мужские варианты разгадки просты, как табуретка. На букву М, ну и жужжь, понятно. Муж. Нет. А, ну значит по имени. Например, Миша. Опять нет. Ну хз. Может не очень-то он и любимый и записан как мудак. Снова не угадал. Муж будет записан словом мой. Почему? Объясню чуть позже. Там, где мужчина не заметит даже намека на проблему, женщина может увидеть ядерную катастрофу. Этот кризис в отношениях, который мы создаем сами на пустом месте, который для нас реально не стоит даже выеденного яйца, для большинства женщин как раз и будет ядерной катастрофой. Я говорю о такой, казалось бы, безобидной вещи, как мужской флирт с другими женщинами без желания продолжения. Да, это тот самый инстинкт размножения, который заложен в нас и является очень сильным мотиватором наших поступков. Инстинкт по умолчанию всегда сканирует любое место, где мы находимся. На предмет наличия женщины, с которой было бы неплохо начать продолжать род человеческий. Этот инстинкт работает у всех мужчин без исключения, даже самых суперосознанных, мега влюбленных или тех, кому за 120 лет. И прикол в том, что когда мы в отношениях, то в отличие от женщин, этот инстинкт не отключается или не замораживается и даже не ослабевает. Просто у нас появляется сильная мотивация контролировать его и разворачивать в сторону одной женщины, а не многих, как того требует инстинкт размножения. И для нас уже это кажется, если не подвигом, то точно сверхмощным поступком, который женщина уже должна очень ценить. Но мы забываем, что женщина никогда не думает, как мужчина. И у них такой проблемы нет, и подвига никакого не видят. Вернемся к флирту, который мы, мужчины, считаем безобидным. В какой-то момент, будучи в отношениях, мы разрешаем себе флирт с другими женщинами. И мы не считаем это проблемой. Почему? Ну, потому что мы флиртуем просто так, то есть не собираемся тащить девушку в постель, строить с ней отношения, вообще не думаем о какой-либо измене. Зачем тогда мы это делаем? Логичный вопрос. Наш инстинкт размножения, который мы осознанно ограничили одной девушкой, иногда бунтует. У нас в голове может возникнуть вопрос, а интересен ли я другим женщинам? Готовы ли эти женщины со мной пойти дальше? Чашки кофе, прогулки в парке или просто переписки? И мы начинаем это проверять. Флиртом, на работе, в кафе или на каком-нибудь сайте. И в 10 случаях из 10, если, конечно, мужчина дружит с головой, получив какой-то позитивный фидбэк от другой девушки, что типа да, парень, с тобой все, готово с тобой дальше. Мужчина успокаивается и закрывает эту тему для себя еще очень на продолжительное время, забыв навсегда девушку или девушек, с которыми он флиртовал. И здесь мы совершаем две огромных ошибки. Первая ошибка. Мы думаем, что это безобидно для отношений, потому что мы не собираемся и не планировали здесь никакой измены в нашем мужском понимании. Вторая ошибка. Раз мы уверены, что здесь нет ничего такого страшного, и это совершенно беспроблемная история, мы вот здесь просто апогеем нашей глупости. Даже особо этого не скрываем. Из этих двух ошибок происходит такая стрёмная ситуация, когда твоя девушка или жена об этом флирте узнает. Бинго. И вот тут происходит ядерная катастрофа. Потому что, оказывается, женщины вообще не считают такой флирт безобидным. Для нее это то же самое, что она застала тебя в вашей постели со своей лучшей подругой. Это прямая жесткая измена с твоей стороны, и никаких оправданий она принимать не будет. Для нее это будет предательство. Именно поэтому в девяти случаях из десяти женщина заканчивает такие отношения с мужчиной в тот же день. И наступает та ситуевина, о которой я говорил в начале. Ты просыпаешься довольной жизнью, твои отношения с любимой женщиной безоблачны и прекрасны. А вечером стоишь за порогом вашей квартиры с чемоданом в зубах и вообще не понимаешь, что произошло. Как такое может быть? И что же ты такого ужасного сделал? Почему женщины так катастрофически воспринимают эту реально безобидную ситуацию? Ну честно. Ведь с точки зрения здравого смысла ситуация безобидна, так как никакой угрозы для женщины там нет. Мы-то мужчины это точно знаем. Но вспомни загадку про то, как записан мужчина в телефоне женщины. Как мой. И мой это не просто там какое-то чувство собственности. Осознание того, что мужчина рядом принадлежит только ей и физически, и эмоционально, закрывает у женщины первую из трех базовых или основных потребностей, за которыми она пришла с тобой в отношения. Это закрывает ее потребность в безопасность. Женщина со здоровой психикой никогда не пожертвует потребностью безопасности для себя и своих детей. Даже ради огромной и большой любви. Потому что в женской жизни бывают периоды, когда она абсолютно не защищена и крайне уязвима. Это беременность, роды, еще год-полтора после родов минимум. И она абсолютно уверена, что безопасность ей сможет обеспечить только тот мужчина, который с ней на 100% и душой, и телом. Без вариантов. И если она видит поползновение своего мужчины в сторону других девушек, в ее голове включается жуткая пожарная сирена и красная лампа с надписью «Угроза безопасности», «Аларм». И эту угрозу она должна быстро устранить. А угрозой в этот момент оказался ее мужчина, который по своему незнанию создал себе сам на пустом месте звездо-натический кризис. Надеюсь, я доходчиво объяснил, как работает механика этого процесса. Я знаю его не понаслышке. Я сам когда-то попал в такую ситуацию. И только чудно, мои отношения тогда не закончились. Но эта ситуация вбила очень большой гвоздь мои, как я тогда считал, безоблачные отношения с любимой женщиной. Поэтому не повторяй эту ошибку. И что надо сделать прямо сегодня, чтобы не ломать себе кайф от жизни и не попасть в идетский кризис со своей девушкой? Первое. Если у тебя прямо сейчас есть какой-то флирт на стороне, прекращай его. Предупреди девушку, с которой ты флиртуешь, что все законченное, чтобы, не дай бог, она тебе не подумала написать или позвонить для выяснения отношений. Потому что, поверь, коннект с ней будет в самый неподходящий момент. И тебя спалят. Второе. Если тебе прям очень-очень сильно это сейчас надо, и ты никак не можешь прекратить это сразу, хотя, если честно, я не знаю, почему так может быть, но если ты без таких флиртов действительно не можешь, то это тема отдельного разбора у меня в телеграм-канале. Заведи для этого отдельный телефон и симку. Это такой телефон, как говорил герой одного фильма, на который мужчины не звонят. И этот телефон должен храниться точно вне зоны досягаемости твоей девушки. Зашифруйся круче, чем Штирлис. На все ресурсы лучше поставить новые пароли. И заранее всех левых барышень предупредить, что после 18 и на выходных ты не на связи. Никогда. Но если честно, вариант 2 все равно очень херовый. Во-первых, потому что женщина в отношении становится гиперчувствительной к поведению или состоянию своего мужчины. Это не значит, что она будет вздрагивать от прикосновения или твой взгляд будет для нее как электрический ток. Нет. Ее инстинкт самосохранения просто врубит на полную мощность ее сонары и локаторы на тебя. И она подсознательно будет анализировать твое поведение, твои слова, взгляды, жесты, настроение, еще кучу параметров. Когда мужчина флиртует на стороне, и его поведение может очень незначительно поменяться. Незначительно это на одну тысячную процента. Но даже этого хватит, чтобы женщина что-то почувствовала и начала копать в этом направлении. И как бы ты ни шифровался, тебя все равно рано или поздно раскроют. Запомни, по сравнению с женской контрразведкой, ЦРУ, МИ-6, МОСАД и КГБ – это просто маленькие детки в песочнице. Ну и второе. Если тебе кажется, что ты стал не очень ценным мужчиной в глазах с женщин, для начала поговори об этом со своей женщиной. Возможно, тебе действительно не хватает восхищения, уважения с ее стороны. И честно, открытый разговор двух взрослых людей может предотвратить очень много кризисов. Другое дело, что разговаривать на острые темы нас не учат. И чаще такие разговоры перерастают в нападения друг на друга или претензии. Ну то есть ноль конструктива. Но это тема отдельного видоса, когда я расскажу, как разговаривать на конфликтные темы, не заходя в конфликт, а добиваясь нужного понимания. И третий вариант. Если поговорить уже надо, но не получается, или ты не знаешь, как разобраться с этим вопросом, пиши в мой телеграм-канал, и я разберу с тобой ситуацию лично. Ссылка в описании к этому видео. Все, брат. Строим дальше кайфовую жизнь. Подписывайся на канал, ставь лайк. И до встречи в следующих видео. Продолжение следует...